Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, милый человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Доброе утро еще раз всем уважаемым радиослушателям. Мы начинаем наш эфир уже с гостями. Еще раз представлю наших гостей. Это директор 3-й Рижской государственной гимназии Андрис Прекулис. Здравствуйте. Доброе утро. И эксперт по социально-экономическим вопросам Латвийского профсоюза работников образования и науки Анжела Соколова. Здравствуйте. Доброе утро. Итак, телефоны прямого эфира, как обычно, 672-12-939 и 672-13-939. Пожалуйста, звоните. Есть также видеочат, на который можно нам писать. Там идет прямая видеотрансляция, и сразу можно задавать вопросы. Кому удобнее, можете писать нам на страничке радиоболтком в Фейсбуке. Мы хотим из первых уст, поскольку очень много информации, и уже сами журналисты, по-моему, запутались. И все, кто только. Мы, конечно, звонили. Вот вчера с нами на связь выходил директор первой гимназии, рассказывал о ситуации там. И другие школы тоже обзванивали, общались и с профсоюзом. Но все-таки давайте как-то сконцентрируем, попробуем в этом эфире эту информацию, что же мы получили, что же мы хотели и что получили на сегодняшний момент. То есть о реформе школьной говорилось так давно, что все уже забыли, может быть, какая цель была у этой школьной реформы, но как-то все хотели, чтобы педагогам стало лучше в итоге. То есть они бы получали больше денег и были бы гораздо более счастливы, чем сейчас. Сейчас как-то мы видим, что цифры какие-то нарисованы довольно тревожные. Во всяком случае, что вот в своем Фейсбуке, ну и вообще публично заявил Мариги Нил Ушаков, и многие директора школ недовольны. Ну и профсоюз тоже, обобщив информацию, пришел к выводу, что в принципе зарплаты выросли в 72% школ, но в 215 учебных заведениях зарплаты снизились. То есть давайте вот, может быть, Анжела, с вас начнем, да? Да, я хочу сразу обратить внимание на то, что здесь происходит немножко неправильное определение понятий. У 72% школ выросли не зарплаты. У 72% школ выросла средняя ставка за 30 часов в школе. Что означает средняя ставка, я думаю, объяснять не надо. Это так же, как средняя зарплата в государстве и так далее, и так далее. Поэтому это не значит, что в этих 72% школ повысилась зарплата. Это просто увеличилась средняя ставка где-то на пару евро до 10-20 евро. Но в этой же школе, в которой средняя ставка увеличилась, может быть, масса учителей, как это произошло во всех рижских гимназиях, да, где зарплата уменьшилась, участие учителей, участие учителей увеличилось, опять же, по разным причинам. Если учитель работал в прошлом году 30 часов, ему платили определенную сумму денег, и в этом году он работает 35 часов, и у него эта сумма денег увеличилась, то это не значит, что у него увеличилась зарплата. А поясните немножко сразу, может быть, вот для слушателей, которые к школе не имеют отношения, вот 30 часов, вы говорите, ставка. Чем она отличалась? В прошлом году что в нее входило и что в этом году? Это же разные вещи получаются. Да, это получаются разные вещи. Это то, что принято за одну единицу. В прошлом году и раньше за одну единицу был принят 21 час, за который определялась базовая минимальная плата. Но это были уроки, контактные часы, да? Нет, не факт. На 21 час рассчитывались дополнительные оплачиваемые обязанности, консультации, подготовка к урокам, проверка тетрадей. На 21 час было определено 2 часа консультации, 2 часа подготовки от часа до 6 часов проверки тетрадей. Если учитель работал 15 контактных часов, соответственно, пропорционально у него уменьшались эти дополнительные обязанности. Если он работал 25 контактных часов, то у него пропорционально, соответственно, увеличивались дополнительные обязанности. Сейчас это 30 часов, это базовая ставка. Как бы по умолчанию было сказано, что 30 часов – это 21 час плюс 9. Но это нигде не оговорено. Просто сказано, что 30 часов – это базовая ставка. И, в принципе, не запрещено учителю дать и 30 контактных часов. 30 уроков в неделю вести, да? Да, 30 уроков вести. Чтобы слушатели понимали, о чем речь идет. И плюс до 40 часов оплатить дополнительные обязанности. Опять же, пропорционально, но уже по той системе, которую примет самоуправление. Ну, а можно вот тогда, вот вы только что развенчали вот эту вот информацию, которая прозвучала, да, в том числе, между прочим, в агентстве «Лето», с таким заголовком, что зарплаты учителей повысили 72% учебных заведений, о чем я и оперировала. Вот что тогда получается? Вы сказали, что это выросли не зарплаты, а выросли стоимость ставки, да? Да, средняя. А что тогда произошло с зарплатами все-таки? Какая реальная ситуация с зарплатами? С зарплатами произошла очень неоднозначная ситуация. И, в принципе, по зарплатам было два удара. Первый удар – это была доплата за качество работы, которая коснулась абсолютно всех учителей, у которых есть категории. Потому что принцип расчета доплаты кардинально поменялся. Раньше платили за все часы, которые были в тарификации, сейчас оплачивают только те часы, которые учитель проводит в классе, уроки проводит. Поэтому там, безусловно, потери абсолютно у всех. Они коснулись каждого, у кого есть категория третья, четвертая или пятая. Чем ты лучше работал, тем больше ты потерял. Второй удар произошел с переизменной пропорции количества детей к количеству учителей на одного учителя. Потому что если школа, в которой уменьшилось количество детей и осталось тоже количество учителей, то там, соответственно, из-за этой пропорции количество денег финансирование уменьшилось. Там, где количество детей увеличилось настолько, что эти дети не смогли рассредоточиться по классам, которые уже есть. А увеличилось очень кардинально, да? Так же, как это произошло в гимназиях, в больших школах, где получился дополнительный класс. Дети принесли деньги в школу, но они принесли их не столько, чтобы покрыть затраты, которые нужны на этот дополнительный класс. Поэтому там тоже у каких-то учителей зарплата увеличилась, у каких-то осталось на прежнем уровне, у каких-то уменьшилась. Выигрыши на сегодняшний день получились те школы, в которых количество детей немного увеличилось. Эти дети рассредоточились по классам, по существующим. Они принесли какие-то деньги. Дополнительных затрат они не потребовали. Поэтому учитель, который в прошлом году в этом классе вел урок математики и в этом году, у него в этом году этот урок математики стал немножко дороже, потому что у него побольше детей в классе сидит. Вот такая неоднозначная ситуация образовалась. Давайте мы сейчас спросим тогда у нашего директора Третьей Рижской государственной гимназии, Андриса Прекулиса, какова ситуация в вашей школе? Потому что ваша школа одна из самых известных и престижных в Риге, в том числе и в Латвии. И как раз она фигурировала в той информации, которая оперировала в частности мэр Регини Лышаков, когда говорил о том, что в государственных гимназиях как раз ситуация вот такая. У вас, как я вижу по этому графику, 72,86% учителей потеряли в зарплате. Это на самом деле соответствует действительности? Да, если мы приходим, есть разные уровни для планирования, разные уровни для действий. Есть государственный уровень, который рассказывает министр Шадурский, рассказывают люди и иногда не понимают другие уровни. Есть муниципальный уровень, есть школьный уровень, и потом есть учительский уровень, скажем. Если посмотреть, скажем, на учительский уровень, действительно, это данные, точные данные, ну, 72 кома, это учителя получили реальную заплату за ту же самую работу до этого, меньше. 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 А насколько меньше? Вопрос, сколько меньше, это, я посчитал, 8,34% в среднем получают меньше. Самый большой минус у нас около 11%. Значит, ну, если так... Это сколько в деньгах? В смысле на деньгах, если учитель получил, ну, скажем, у нас самый лучший учитель до этого получил за 40 часов работы, получил 1300 евро, бруто, то тогда минус, минус 10, это 100, 130. Ну, в принципе, больше 130... Что с работы, это очень много. 139 евро, это самый большой минус для учителя. Абсолютно, да. Да. И, ну, на руке это примерно 100, 100 евро на руке. Как учитель говорил, это, ну, квартирное, квартирное, скажем, ну... Ну, это вот, да, оплата квартиры, считайте. Ему взяли и убрали вот эти деньги. Да, за 40 полностью, если он работает. А скажите, я вот сразу уточню, а учителя, как бы, заранее, они знали о том, что они получат на 100 евро меньше? Ну, или плюс-минус? Ну, знаете, вообще, это очень интересно, как в демократической стране, ну, реформы готовятся, и как они, как это, ну, потом внедряются. Это очень интересный путь. Мы учимся, конечно, мы новая демократия, это понятно. Ну, я считаю, что до этого надо моделировать, надо все-таки быть чиновниками так умными. Сейчас Excel всем есть, знания тоже есть, и моделировать как на уровне, до учительского уровня, до школьного уровня, не только государственного уровня, да. В муниципальном, ну, это надо было сделать, да. Значит, и как это получилось? Ну, 5 июля, это такой, ну, прекрасный день, кабинет министров, да. Я буду помнить, как говорится, наверное, всю жизнь приняло решение. Хоть интересно было, была, как говорится, ну, такая идея, что будет приниматься решение до 1 мая, что учителя, уходя в отпуск, школы все знали, ну, что будет. Это было, ну, хоть более нормально, но как-то не получилось. Я не знаю, почему, это там дело техники, когда все учителя в отпуске, 5 июля, конечно, ну, это решение. Потом еще неделя, когда, ну, как говорится, точный, ну, этот документ кабинета министров появился. Я получил, скажем, где-то 8-9, я там летом вообще не был отпуска. Почему? Потому что мне надо внедрять. Это очень важно для школьного уровня. Мне надо понять, сколько можно контактных часов, сколько дополнительно, как сложится эта сороковая часов, ну, это очень важно. И я уже до этого, в принципе, имел, как говорится, черновики, но я уже начинал дискутировать, мне надо было дополнительно принимать учителей. Мне ушли, конечно, старые учителя, я принимал 15 новых учителей, ну, не на полную ставку, разно по-разному. А ушли старые учителя в связи с чем? С этим или с чем-то другим? Да, мне два учителя ушли. Из-за этого? Да, из-за этого. Нет, ну, это понятно. Я говорю, до июня я уже, ну, средним посчитал учителей, рассказал без категории третьей, четвертой, пятой, что может быть. И, скажем, ну, я знаю, что одна учительница, которая одна, одна заботится от сына и мамы, которая маленькая пенсия, и при этом есть проблемы, ну, здоровье, она побледнела. Я потом с ней пригласил переговорить, я говорю, не надо думать, как получить это. Ну, поскольку она так держится в бюджете, да, скажем, да. И действительно, она сейчас... Не позволяет человек себе ничего лишнего, вот исключительно на заплату. Ну, два учителя мне ушли. Они обе учителя спорта. Они получают в спортивных клубах, они были вообще, ну, в восторге, получают два или три раза больше, не очень высокой квалификации учителя. И ушел человек, что мне страшно жалко, человек, который в прошлый год, как говорится, стал доктором наук, химических наук. Он выступал рефератом США, химии и формации, очень институт, он ушел и сделал свои приватные предприятия. Учитель химии ушел, да, у вас получается? Да, тоже. У него доктор науки, он был, он молодой, 30 лет. Ну да. Знаете, это страшно, с такой точки зрения, поскольку он вырос в моей школе, он должен был работать дальше. А он терял, да, вот по этой новой модели? Ты знаешь, знаете, вот страшно, что уходят новые. Это самое страшное, что уходят молодые, которые, ну, понимаете, ну, учителем сразу не становится. Я считаю, 5 лет, ну, это так, ты должен понять, и тогда ты становишься уже учителем. Понемножку, да. И это самое страшное. И второе, что уже Анжела говорила, что, ну, мы получили удар очень за качество, поскольку у нас очень много учителей, третьей, четвертой, пятой категории, наверное, все 72% и такие есть. Послушайте, ну, у меня не укладывается в голове, ну, как это может быть, что учитель, чем выше у него категория, тем меньше он получает? Ну, неужели так это было задумано? Ну, как это может быть? Ну, я думаю, что задумано это было, не задумываясь о том, какие категории у кого задумано. Это было так, что была определенная сумма денег выделена, и под эту сумму денег нужно было подогнать какие-то критерии. Поэтому этой суммы денег, которая была выделена, там, я так понимаю, что Министерство финансов было недовольно с тем, что количество учителей, которые получают категории, все время растет, и деньги все время требуются дополнительные, причем непрогнозируемые, потому что в сентябре учитель подает заявку, в мае он получает категорию, финансовый год начался, и непонятно, все получат или не все, и вообще, что там будет с этими категориями. Поэтому, видимо, была дана какая-то установка вложиться в определенную сумму денег. Было понятно, что эту сумму денег нельзя разделить по прошлогодним критериям, поэтому нашли какой-то компромиссно такой вариант, да, в принципе, ни с кем не согласовав, потому что эти поправки были сюрпризом для всех, да, 5 июля, когда принимали правила кабинета министров об оплате педагогов, этот пункт появился в последней редакции. Надевайте наушники, пожалуйста, у нас звонки по двум линиям, сразу слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, я с большой симпатией отношусь к педагогам, считаю то, что с ними сделали это цинично и бессовестно, обещали повысить, а по факту, наоборот, понизили. Но при всем при этом я не могу не сказать, что наш министр образования просто в очередной раз свое прозвище Черный Карл из подтвердил. Он как в прошлый раз, в прошлую свою реформу уничтожал образование не на латышском языке, сейчас он взялся вообще за среднее образование. И в связи с этим, я хочу сказать, ну, некий упрек в адрес педагогов латышских школ и директоров. Вы тогда вот молчали, когда наших детей изничтожали, да, так сказать, говорю, ничего, ничего, выучите. А теперь взялись из-за вас. И это не последний его шаг. Надо убирать Шадорского вообще. Все, до свидания. Ну, вот такое мнение. Кто-то прокомментирует, может быть? Я играю в шахматы. Да. Я не знаю, Карл из Шадорского сыграет в шахматы, но есть такая фигура, черный конь. Да. Ну, конь вообще, да. И конь делает шаг вперед, шаг справа или лево. Ну, мне кажется, такое, ну, скажем, тактика, ну, коня. Ну, может быть, черного коня как бы сделал. Действительно так. Ну, да, вот вопрос в связи с этим, который тоже звучал и в других наших эфирах, потому что мы не первый раз уже говорим о ситуации в школе, упрек, опять же, в сторону профсоюзов звучал, что, как бы, почему и учителей, кстати, почему учителя обычно вот очень трудно организуемы для каких-то протестов. То есть, часть вот тогда, когда была забастовка, да, часть учителей бастовали, но другая часть прекрасно работала. И, как бы, это было достаточно странно, потому что, ну, вот, вроде бы они протестуют, но в то же время не все. И как это выглядит? Это выглядит так, что часть довольна, часть недовольна, и никто, и согласия в товарищах нет, получается. Видите ли, по поводу забастовки я могу сказать то, что часть учителей не бастовала не потому, что они не хотели бастовать, они там согласны с тем, что происходит, а очень просто. У нас в государстве такой уровень жизни, что очень многие учителя не могут позволить себе даже один неоплаченный день. И там, где... Но теперь они могут себе зато позволить вот что. Да, но видите ли, у нас до сих пор бытует еще то выражение, которое у нас из русского фольклора лучше синица в руке, чем журавль в небе, да, поэтому и там, где школы, которые поддержали самоуправление, которые поддержали директора школ и пообещали, что этот день оплатят, как-то морально или материально поддержали, там учителя были готовы бастовать. Некоторые учителя были не готовы бастовать потому, что, в принципе, не были уверены, чем это закончится, против них подбернется. Хорошо, сейчас, допустим, ладно, эта забастовка прошла. Сейчас вот вы собираетесь подписи под обращением. Все готовы подписаться? Или только те, у кого зарплаты потеряли? Нет, основная масса готова подписаться. Даже те, у кого хорошо все. Идут сигналы из школ, что, в принципе, очень много педагогов, независимо от того, они состоят в профсоюзе или не состоят, у них увеличились или уменьшились зарплаты, они подписываются. То есть те учителя, у которых увеличились зарплаты, и они довольны в целом ситуации, они тоже подпишут это обращение? Подпишут обращение. Даже если они потом потеряют? Ну, они не могут потерять, если они уже сейчас не потеряли, то, в принципе, хуже как-то уже некуда. Если эти 1,7 миллионов вернут туда, где им положено быть, то, в принципе, выиграют, возможно, те, которые потеряли, и не должны, по крайней мере, потерять те, которые сейчас имеют что-то большее. Еще один фактор, почему учителя тяжело сорганизованы, но у нас как-то все эти перемены умудряются производить тогда, когда учителей нет на месте. В этом. Да. Поэтому собрать учителей на какие-то акции протестов или письма протестов или что-то в июле – это утопия. Да. Ну, а может быть, здесь еще имеет место какое-то, допустим, запугивание со стороны отдельных директоров, например, что… Безусловно. Безусловно, не бездиректор. Лояльность, лояльность. Да. Присловутно. Да, сейчас еще у нас есть законы, которые хотят ввести про лояльность, про правильное отношение и так далее. А, кстати, вот хотел спросить у директора гимназии, которая работает на латышском языке, Андриса Прикоса, вас касается эта лояльность? Ну, это всем касается. А вот считают русские педагоги, что это их больше касается. Вы знаете, вот первый вопрос, который зритель спросил. Да, пожалуйста, тоже. Я бы сказал, что, ну, понимаете, везде, в всяких реформах есть какой-то фокус. И до этого, что, ну, говорил зритель, ну, все-таки был немножко другой фокус. И фокус, скажем, как менять, скажем, язык, отношение языка. Государственный язык и миноритетный язык. Ну, это правильно, неправильно, но я скажу, есть классическая гимназия, вы знаете, очень хорошая школа. Роман Аллиев. Да, конечно. Он идет этим путем билинговального обучения. У него конкурс на одно место, три на одно место. Но есть рядом, я не скажу сейчас точно школу, где не идут. Там не хватает детей. Вы знаете, трудно сказать, это правильные фокусы. Нет. Например, в моей школе учатся 19% других национальностей дети. В том числе русские дети, украинские дети и так далее. Почему так? Все-таки я считаю, на это изменение, ну, скажем, очень трудно реагировать, ну, скажем так, солидарно, поскольку я чувствую, что очень многие семьи хотят здесь жить, хотят работать, быть счастливыми, да, создавать семьи, да. И они хотят хороший тоже латышский язык. Ну, это очень важно. Ну, конечно, может быть, этот фокус, что Карлес поднимал, он не поднимал на таком уровне, по-другому немножко поднимал. Но по-сячески можно какой-нибудь фокус поставить. Хорошо, но вот все-таки лояльность, которая касается латышских школ. Насчет лояльности, насчет этого, я скажу так, это очень важно, это важно, кто директор школы, это очень важно, кто работодатель или, ну, скажем, департамент у нас в Риге, просвещение или мир Риги, как они будут смотреть, поскольку есть очень субъективная все-таки, но часть, скажем, часть этому слову лояльность, очень субъективная, значит. Описывать точно на нормативном базисе, что такое лояльность, нет, очень трудно, да. Я понимаю, что здесь идут речи о том, что кто-то боится, я могу сказать, кто там боится, что кто историю неправильно изучает, освещает какие-то вопросы Латвии, ну, тенденциозно, скажем, это боязнь, боязнь, почему лояльность. Но вы-то применили слово лояльность в отношении учителей, которые, ну, не протестуют или протестуют, то есть это тоже, по сути дела, получается вопрос лояльности или нет? В принципе, в принципе. А это не искажение развило, это лояльность к власти получается уже, они… Вы знаете, я считаю, мы не тотальная, мы не демократическая страна. Ну, хочется надеяться на это. Любой человек может, как говорится, ну, сдать свое мнение, да, но вопрос школе, ну, скажем, классы при детей, вот вопрос только школе, классы, из-за школы, скажем, где, ну, профсоюз или кто-то еще, любой человек может дать свое мнение, значит, подписаться, но вопрос при детей, которые становятся, становятся, скажем, гражданинами, ну, какой-то государства, это очень чувствительный вопрос. Это чувствительный вопрос, очень чувствительный вопрос. Но как потом, как говорится, кто-то, ну, перешел эту границу, как определить, это очень трудно. Я считаю, мне вообще очень трудно решить. Ну, например, мне один родитель сказал, что, ну, например, учитель истории рассказывает неправильные истории. Ну, что я как директор? В вашей школе? Нет, ну, например. Из этой истории я-то не могу, скажем, прорывать контракт учителя. Ну, как же это будет? Правда, история, да. Ну, очень трудно. Ну, да, все. Дело в том, что лояльность – это такой сложный вопрос. И лояльность, на мой взгляд, лояльность должна быть обоюдной. Я знаю. Чтобы у них не появлялось желание это государство не любить. У нас осталось 3 минуты. Я хочу все-таки вернуться еще к теме зарплат учителей, реформе. Вот поступили упреки в адрес Рижской думы. Вчера мы созванивались с директором 1-й Рижской гимназии. Он сказал, что они необоснованы. Что скажете вы? Я не понял вопрос, извините. Они необоснованы. Да, значит, были упреки, что это Рижская дума виновата в том, что учителя недополучили зарплату. Я считаю, что это необоснованно. Поскольку там в чем ошибка при планировании? Есть ошибка в Министерстве просвещения. Значит, одна часть. Нам, как говорится, в городе Риге снимается 2,1% всех школьных бюджетов. Но это не используется где-то другим. Это нам используется. Это оплата больничных первой недели, которые по закону надо оплатить. И оплата учителя, который приходит в класс. И практически, примерно 2% в год, в Риге, надо создавать фонд, чтобы это организовать. Понимаете? Но Министерство говорит, что все деньги, которые пришли в Риге, уже сразу закроют заплату учителя. Ну, надо посмотреть на реальную жизнь. Все-таки немножко надо посмотреть. Я не знаю, как сделать это резервным фондом. Или это думать в Министерстве, или тогда называть эти, ну, скажем, заплаты, чтобы называть самоуправлением эти заплаты. Ну, в каждом самоуправлении есть прописан такой пункт в порядке распределения этой целевой дотации, что 2% от целевой дотации нужно оставить для того, чтобы оплачивать больничные и замещения. Потому что если учитель заболел на 2 недели, то класс не может просто так где-то там болтаться по коридорам, уроки должны проходить. И учителю, который замещает, нужно заплатить. Получается двойная оплата. Поэтому такой фонд остается абсолютно в каждом самоуправлении, в каждой школе. Потом, в конце года, каждое самоуправление смотрит, сколько израсходовано из этого фонда. Если получается какая-то экономия, то она выплачивается в виде каких-то, возможно, премий, доплат. Но в последние годы этого практически не бывает. Еще очень коротко скажите, вот что сейчас с подписями, которые собирает профсоюз? До 27 октября мы собираем подписи, 27 октября закрываем эту акцию. И потом эти подписи подсчитываем и передаем господину Кучинске, чтобы дальше какие-то действия происходили. Потому что мы считаем, что была допущена очень грубая ошибка в расчетах, если смогли остаться 1,7 миллионов. И что, ну, в конце концов, один раз вообще-то, может быть, должен кто-то за это ответить. Спасибо. У нас сегодня на Болткоме были директор Третьей Рижской государственной гимназии Андрис Прекулис и эксперт по социально-экономическим вопросам Латвийского профсоюза работников образования и науки Анжела Соколова. Спасибо, что пришли. Все вопросы мы, конечно, не успели обсудить в полной мере, но, тем не менее. Если что, будем еще приглашать или звонить. Спасибо.